Всем привет, дорогие друзья! Сегодня у нас очередное видео моих находок из Секонда. Вот вам быстренько-быстренько покажу для затравки мою коробочку сегодняшнюю, что мы сегодня будем рассматривать. Я надеюсь, что я вас завлекла и заинтересовала. И всем, кто у меня впервые, я скажу, что я живу в Канаде, покупаю свои украшения в магазинах Секонд-хэнда, вернее, в благотворительных магазинах. Цены все в канадских долларах. Это цены, по которым я покупаю изделия. Я их не продаю, а покупаю. По этим ценам. И все, кто у меня впервые, я всем очень рада. И я хочу сказать, что у меня на канале видео не только об украшениях, а также обзоры магазинов, примерки, болталки. В общем, красивые аутфиты, все, что мы девочки любим. Ну и давайте перейдем к рассмотрению того, что сегодня я вам покажу. Ну что ж, начнем с первой броши. Я думаю, что она не винтажная, но очень интересная. У нас такой мрак на улице. Ой, и все мои лампы, весь мой свет, который сейчас направлен на мою вот эту вот площадку съемочную, он ничего не помогает. Такая тема. В общем, я очень стараюсь, но видите, как-то у меня как-то темновато, как-то плохо видно. Я купила эту брошь за 8 долларов. Я могу сказать, что я уверена практически, что она не очень винтажная и не очень старенькая. И, наверное, никакая не сильно фирменная. В всяком случае, маркировок никаких на ней нет. Обратная сторона сделана довольно качественная. То есть, возможно, это даже и не Китай. Ну, Китай сейчас делают очень хорошо. Некоторые китайские изделия очень качественные, поэтому трудно сказать. Я находила очень похожие броши у каких-то больших дорогих компаний. Не Кортье, конечно, а какую-то похожую дорогую компанию находила. Броши, она была очень похожа, но немножко отличалась. Знаете, так сказать, дьявол в деталях. Там были глазки черненькие, а в этой, видите, глазки сделаны из белых камней. Ну, прям на вид один-один в один. Я просто люблю вот такие броши. И кто у меня впервые, я хочу сказать, что я покупаю не только винтаж. Я покупаю винтаж и современные изделия. Если она мне нравится и на нее не очень большая цена, то мне вот просто приятно иметь вот такую вот красивую вещь. Я просто сорока, который любит всякие блестящие украшения. Вот. Ну, в общем, знаете, как-то плохо видно. На самом деле, вот если вы понимаете, что это зверина, какая-то тигр. В пятнышках, с хвостиком, лапки, в общем, весь в кристаллах прозрачных, немножко черных. И вот такая вот интересная брошь. Может быть, она не особо ценная, но эффектная, красивая однозначно. И я думаю, что я с удовольствием буду ее носить, потому что она прям вот действительно производит впечатление. Очень неплохой, сделана очень хорошо, качественно. Все кристаллики на месте, ничего не потеряно. И красивая брошь, интересная, необычная. Я думаю, что ей будет у меня в моей коллекции хорошо. Давайте перейдем вот к такому странному украшению. Я даже, честно говоря, сама не очень понимаю, что здесь к чему. Оно как-то странно застегнуто. Мне надо повозиться с его застежкой. Ой, кому это я показываю? Простите, ради бога. Вот, значит, купила я его потому, что мне просто стало интересно вот эта вот вся история. Насколько я понимаю, это все камни. И стоило оно 6 долларов. Я подумала, что я его куплю, а там я разберусь, что мы с ним делать. И как с ним, как с ним можно, что с ним можно сделать. Вот, интересная цепь, красивая цепочка. Видите, такая качественная, блестящая, красивая цепь. Здесь единственное, что какая-то фигня с застежкой. Вот она как-то так застегнута, что, по-моему, я пыталась ее расстегнуть, но у меня не получилось. Здесь что-то они намудрили. В общем, может быть, надо быть какое-то колечко, потому что разнять. Потому что, видите, застегнуть, застегивать ее нужно вот в это вот кольцо. Они застегнули как-то вот так. В общем, хорошо, расстегнуть я его не смогла, но я надеюсь, что это поправило. За что я все это купила, эту, так сказать, кучу малу, просто мне нравилось вот это вот невероятное количество божьего, которые все время куда-то у меня убегают. Посмотрите, здесь просто очень много всяких висюлик, сделанных из камней. Это абсолютно точно камни, они очень тяжелые. Тяжелые, и по ощущениям чувствуется, что это камни. Не знаю, что это должно было быть. Имеется в виду, ли это все вот так вот носить, или это кто-то сделал какой-то самодизайн. Сейчас я разложу это, чтобы вы поняли, что это из чего состоит. В общем, вот очень много таких подвесок, совершенно в беспорядке в каком-то навешанном. Или они в порядке, я просто не поняла их порядка. Вот, посмотрите. Очень хорошо, красиво сделанных. Посмотрите, какие здесь лапки. Это не лапки, в общем, на этих бусинах. В общем, короче, бусины сделаны из камней. В разных вариантах. Вот так вот беспорядочно висят. И я подумаю, что с этим делать. Я не знаю, но я купилась вот на эти камни. Понимаете, видите, вот явно они просто так навешаны, без всякого смысла и порядка. И они все разные. Самое интересное, что мы все камни и очень красивые. Посмотрите, как у меня все падает, все разваливается, мой декор. Короче, посмотрите, какие красивые. Какие красивые каменные подвески. В общем, что-нибудь я с ним придумаю. Только мне надо расстегнуть цепочку для начала и попробовать их снять или как-то перевесить. Ну, во всяком случае, ну не так же их носить. Хотя, может быть, и так. Просто вот такая вот куча каменных подвесок. Из каменных бусин, очень красивых. Маркировок никаких нету, конечно же. Ну, очень интересное, смешное такое вот, смешное такое колье. Так, давайте рассмотрим сережки. Тоже, мне кажется, что это камень. Не все из того, что здесь есть, это камень. Мне кажется, вот это вот нет. А вот эти вставки, они каменные. Так, дайте я разберу, где здесь правая сторона. Короче, стоили они 8 долларов. Они нелегкие, довольно тяжелые. Значит, здесь одна серьга, на второй потеряна застежка. И просто застежка вот на такую пластиковую штучку. Ну, застежку найти не проблема. Сейчас, 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 сейчас я их сниму. Так. Ну, что ж, давайте их рассматривать. Они довольно тяжелые, потому что это камень. Я думаю, что это камень. Посмотрите, какие они красивые. Офигительно красивые. Давайте я их лучше положу. Наверное, вот так, чтобы вам было удобнее их рассматривать. Вот, ну, положу, одну буду держать вот так. Значит, здесь, вот эта вот часть, я думаю, что это, вот это не камень. И даже оно по ощущению теплое. Вот сама вот эта вот, вот здесь вот вставка. Здесь что-то паяли или клеили, не знаю, не пойму. Ну, вот эти элементы похожи на камни. Или камни, или стеклышки. Ну, да. Какие-то полудрагоценные камни. Очень интересные серьги. Невероятно красивые и эффектные. Очень большие. Я безумно люблю такие серьги. Тут вот что-то, видите, как будто кто-то капнул и мали. Очень странно. Вот эта вот часть сама, которая в ухо вставляется, это явно какая-то эмаль. А вот эти вот сережки, вот эта вот часть, это, конечно, камушки. Даже видно, что они все разные. Видите, здесь вот явно как будто кто-то покрасил. То есть вот это вот, скорее всего, эмаль какая-то. Не похоже на это. И она теплая. А вот эти все остальные элементы, они холодные явно. Имеется в виду, что это камушки. Видите, какие они интересные. Все-все-все разные. Очень красивые цвета. Бесподобные. С удовольствием буду их носить. Хотя они тяжелые. Их, конечно, долго носить будет тяжело. Но такая красота. Я очень люблю большие серьги, крупные. И буду с удовольствием в них носить, их в них ходить. Цвета такие необычные. Травяная вот этот зеленый, вот этот голубой. Ну, в общем, красивые. Видите, у меня сегодня каменный какой-то, каменный показ. Давайте посмотрим. Вот такая вот обычная брошечка. Ничего у меня особенного нет. Стоила 8 долларов. Но мне кажется, что она старенькая, винтажная. Хотя маркировочек вроде бы никаких нет. Но я смотрю на иголку длинную. На хорошо сделанную обратную сторону. И вот такой вот классический, но очень интересный, красивый дизайн. Битый такой металл обработанный. И жемчужина. Жемчужина, конечно, искусственная. Хотя она довольно тяжелая такая. Очень хорошо сделана жемчужина. Прекрасная сохранность. Красивая брошь. Элегантная. Классическая. На все времена никогда не выйдет из моды. С удовольствием тоже буду ее носить. У меня много всяких жемчужинок брошь. Но при этом интересная. Не просто круглая брошечка. Знаете, вот есть броши вот эти круглые с жемчужинками. Их очень много. Разные всякие. Они как бы уже немножко поднадоели. Хотя и их я покупаю, если они мне нравятся. А это довольно необычной формой. Разной толщины металл. Разного размера жемчужины. В общем, есть в ней какая-то необычность дизайна. И такая вот, знаете, загадочность, мне кажется, даже. Так, теперь у нас две пары клипс. Значит, вот такие вот клипсы. У меня есть несколько пар таких клипс. Вот этих бусин Аврора Бориалис. Но я их купила, во-первых, они не очень дорого стоили. 6 долларов. Они маркированы. Давайте посмотрим. Я уже не помню, что за маркировка. Сейчас мы вместе с вами рассмотрим. Конечно же, они винтажные. Я не удержалась. Хотя у меня есть похожие. Несколько пар даже уже таких. И броши такие есть, и клипсы такие есть. Ой, видите, она здесь крутится. Наверное, это дефект. Может быть, надо подклеить. Так, что у нас за маркировка? Читаем. Прошу помощь зала. Не могу прочесть. Какая маркировка? Не могу прочесть, девочки. Не знаю. Это, наверное, дефект. Нет. Нет, не дефект. Не дефект. Не знаю. Маркировку не поняла. Ну, конечно же, они винтажные. Как вы видите, они сделаны вот здесь. Собраны бусины на вот этой вот пластине с дырочками. Ничего у них такого необычного, особенного. Ну, во-первых, я увидела маркировку. Во-вторых, я очень люблю вот эти вот Аврора Бориалис. Для меня это такие новогодние зимние снежинки. И я их всегда покупаю. Потому что очень мне они нравятся. Простотой, но в то же время вот эти вот такой, знаете, детской наивностью. Вот классические винтажные клипсы. Вот такие вот. На таком вот замочке. Кстати, замочек здесь вот вращается. А этот, этот нет. Замочек. Вот такой вот. Я думала, что здесь, может быть, есть. Да, оно немножко вот здесь вращается, это колечко, колесико. Видимо, можно делать его более, более тугим или более свободным. Застежку. Интересная застежка, правда? Ну, в общем, вот такие вот винтажные, хорошенькие клипсы. Которые всегда можно найти применение, с чем носить. Следующие винтажные клипсы. Купила их за 4, за 5 долларов. Долго искала в магазине к ним пару, браслет или колье. Потому что подумала, что, видимо, кто-то сдал. И, видимо, обязательно к этим, ко всем клипсам, вот из термосета, с термопластика, как их по-разному называют, должен быть, обязательно должен быть или браслет, или колье, или брошь. И, скорее всего, что человек, который сдал в магазин, имел второе такое изделие. Но, видимо, или кто-то уже его купил, или таки, да, не было у хозяйки больше ничего, кроме этих клипс. Но я их с удовольствием купила. Сколько они? 45 долларов, да? Вот эти. Ну, это такие классические винтажные изделия из термосета. Видите, они всяких, есть разных фасонов, есть листики, есть какие-то сердечки, есть просто кружочки, есть, в общем, разные всякие. Вот отливка из пластика. Видите, они двух цветов. Более синий и более голубой. Светлый серебряный металл. Задняя сторона довольно грязненькая, надо их почистить. Ну, видите, я их только что сняла с этикетки. Маркировок никаких нет. Может быть, маркировки были на комплекте. То есть, вот иногда, когда браслет или брошь и клипсы, то ставят маркировку только на брошь, например, или только на браслет, или только на клипсы. В данном случае, видите, маркировки на клипсах нет. Значит, либо она была маркировка на браслете или брошь, либо ее маркировки вообще не было. возможно, что вот эти какие они грязные желтый клей какой-то надо их помыть, но они очень милые очень симпатичные, у меня есть несколько такого типа, у меня есть колье, похоже с зелёными с зелёными такими листьями немножко другой формы листья у меня есть много украшений, браслеты в общем разные всякие, но всё не комплект, вот комплектов как-то у меня не собирается а вот клипсы тоже эти я купила и очень бы хотелось найти к ним или брошь или браслет, но может быть когда-нибудь найду, будем искать очередная брошечка очень интересная, 6 долларов она стоила посмотрите на неё внимательно она вам что-то напоминает это форма чашки, но это на самом деле осколок от осколок от фарфорового какого-то изделия и даже на обратной стороне есть маркировка видите, явно приклеена застёжка, приклеена к осколочку здесь стоит маркировка Royal Albert или Albert по-русски, Albert по-английски значит, Royal Albert это известная компания которая производила фарфоровые изделия в Англии, английская компания и вот я увидев эту брошь, удивилась но потом поискавшие такого типа в интернете они, кстати, довольно дорого стоят ну, относительно сколько я за нее заплатила, 5 баксов да, в принципе, они стоят довольно дороже это такая, есть такого типа броши их изготовляют из осколков разбитых фарфоровых изделий каких-то известных фарфоровых компаний видите, вот по краю сделан вот такой вот золотой золотой кантик и она даже имеет форму чашки в общем-то, в принципе, да и видите, вот это вот видимо, такой был рисунок на фарфоровом изделии к ней приделывают замочек и ставят штамп потому что чтобы знать, что это вот осколок от фарфорового изделия вот такого вот известного бренда известной компании очень необычная, интересная брошь никогда мне не попадалась веселая такая забавная штучка и я решила, конечно же, ее купить чтобы она была в моей коллекции потому что это довольно интересная необычная вещь довольно редко встречающаяся следующая брошечка тоже винтажная снежинка стоила 6 долларов очень старенькая прямо-прямо-прямо такая старенькая-старенькая посмотрите, какой у нее замок ну, мы знаем, что Аврора Бориалис кристаллы появились не так-то уж и давно поэтому я удивлена вот тем, что у нее вот такая вот ой, никому неизвестно, кому показывают странная вот такая вот застежечка крючок, застежка и вот эта вот вся задняя сторона выглядит, как будто это брошь 20-х годов но Аврора Бориалис появились в 50-х или 60-х годах но я думаю, что это из первых брошей Аврора Бориалис ну, потому что уж очень она выглядит старушка такая прямо но посмотрите прекрасные кристаллы не потеряли своей яркости и блеска типичная такая зимняя снежинка незатейливый дизайн но красиво блестит, переливается и действительно очень интересная обратная сторона никаких маркировок, похоже на как будто какой-то самодел и вот я повторюсь, выглядит очень старенькой хотя Аврора Бориалис не может быть уж такой старой смотрите, какой крючок-застежка как будто лепили из того, что было знаете, такое впечатление ну, как бы и вот эта проволока в центре зачем ее приделали совершенно непонятно вот эта вот проволока зачем она здесь что она держит кого она поддерживает может быть, имелось в виду что это можно носить как кулон цеплять вот за эту вот цеплять вот за эту вот штучку но я не думаю, если честно но тем не менее брошечка очаровательная теперь у нас старинные бусы винтажные бусы из необыкновенно красивых бусин стоили они 7 долларов у нас прям дождь на улице льет несмотря на диму зима холода но холодов пока слава богу я не люблю, когда очень холодно так, мне пришлось отвлечься теперь я не помню на чем я остановилась остановилась я на бусах я думаю, что они винтажные опять же, замочек вот этот бочка такой который характерен для винтажных изделий и очень интересные бусины такие бесподобно красивый зеленый цвет по-моему, это называется мунглоу вот такой вот пластик перемежаются с золотистыми такими бочечками такими бусами в общем, очень красивые на мой взгляд такой необыкновенной красоты пластик это вот именно в винтажных вещах очень часто встречаются в брошах в бусах вот именно вот этот вот это вот качество пластика который как будто бы светится ну и моя лампа конечно светится в каждой бусине что немножко портит картину но вы понимаете о чем речь вот такие вот красивые необыкновенные бусы именно вот каждая бусина светится как будто лунным светом смотрите какая интересная брошь опять же моя лампа может быть я сейчас выключу на минуточку а так темно плохо нет придется нам смотреть на эту даму со светом кольца смотрите какая интересная брошь я опять же не знаю купила ее за 8 долларов не знаю винтажная она или нет или это под винтаж сделана вот такая вот картина но по-любому она очень необычная и красивая давайте посмотрим как она сделана изнутри что же это за такое впечатление что это фарфор или какое-то стекло в общем я думаю что она винтажная так отстегнем посмотрим потому что вот застежка замочек хотя она также может быть и кулуна хотя маркировок конечно никаких нет на ней видите как сделана обратная сторона видите замочек замочек старенький старомодненький петля чтобы быть кулоном вот такая вот застежка винтажная и посмотрите какой красивый какой красивый портрет как же мне сделать так чтобы мне лампа не когда я выключаю становится темно ну в общем что делать вот такой прекрасный портрет дамы я думаю что это какая-то наклейка репродукция не знаю ну конечно же это не рукой рисовано на самой броши скорее всего что это просто была какая-то как-то отпечатана великолепная красивая даже если она не винтажная она сделана так как будто бы она выглядит как винтажная но и опять же застежка и вот этот вот кулон то что она может быть кулоном мне тоже кажется что это винтажная что же это за материал интересно произвольт впечатление как будто керамика котель и фарфор красивая короче вещь ну и в завершении у нас необычные серьги посмотрите какие необычные серьги я ничего подобного никогда не встречала клипсы вернее купила я их за 6 долларов у меня даже места нету чтобы их вам показать толком и на них есть маркировка они по-моему сделаны в Италии давайте посмотрим я уже честно говоря не помню где-то была маркировка на них давайте будем вместе искать точно помню что я где-то находила что это сделано в Италии сейчас не могу найти представляете а вот нашла видите Италия Италии я надеюсь что вам долго искала точно помню что было написано что они итальянские а сейчас не могла найти а видите только на одной клипсе поэтому трудно было найти но посмотрите какие они необыкновенные итальянские клипсы во-первых они бесподобны и необычно сделаны я не знаю что же это за материал здесь стекло что ли видите сзади закрыто поэтому непонятно впечатление что это ручная работа очень интересно сделано вот это вот рамочка обрамление и вот такие три смешные странные висюлины они очень большие очень эффектные я обожаю большие клипсы и вообще большие серьги вообще большие украшения судя по тому как они сделаны сделаны они вручную потому что видите они не одинаковые не совсем идентичные здесь вот эта дуга длиннее здесь короче то есть явно их делали руками в мастерской делали в Италии посмотрите какие странные но в то же время офигенные клипсы явно ручной работы явно итальянские и очень необычных сделаны из очень необычного вот этого материала я не очень понимаю что это такое давайте вместе рассмотрим ума не приложу вроде не стекло и не пластик может быть пластик какой-то но такой немножко прозрачный видите он просвечивается потому что здесь закрыта эта пластина с другой стороны кабошон закрыт но тем не не вот как будто просвечивается бордовый цвет винный необычная вещь очень интересная и крутая тоже нигде никогда не встречала наверное есть они в одном экземпляре я так думаю как они попали в Канаду я ума не приложу ну кто-то видимо привез из Италии из поездки тур поездки или кто-то приехал кого-то навестить в гости привез в подарок такое вот интересное украшение в общем украшение очень достойное необычное ну и ручная работа сделана в Италии это всегда замечательно ну что ж дорогие друзья вот такие у нас сегодня были находки вот такие украшения надеюсь что вам понравилось надеюсь что вам было интересно у меня впервые я очень надеюсь что вы подпишетесь на мой канал и будете меня смотреть а кто не впервые я всем очень рада добро пожаловать снова на мой канал и увидимся совсем скоро с вами в следующем видео болталок обзор магазинов примерок или чего-нибудь интересного всех люблю целую всем привет из Канады пока пока бай